с вами снова программа у сороки на хвосте ну первое о чем хотелось поговорить это не сороки принесли новость а позвонил мне владимир бурмистров и указал на то что я якобы ошибся да я ошибся приношу лаим сергеевичу свои извинения значит на сайте на одном из сайтов была размещена неверная информация потом я нашел первый источник и поэтому приношу свои извинения то есть я сказал что он проверял работу полиции на несанкционированном митинге на площади победы нет он в силу своих прямых обязанностей как зам главы администрации города проверял как соблюдается охрана общественного порядка а это входит в прямую функцию городских властей на подобного рода мероприятиях кстати пресс-служба городской администрации предложила сделать с ним интервью так что уважаемые зрители мои подписывайтесь на канал если вам это интересно ставьте лайк колокольчик жмите и в своих комментариях хотя бы вот под этой программой напишите какие вы хотите вопросы чтобы я задал владимир сергеевичу буромистрову но естественно что у меня течет батарея таких вопросов не будет я сразу предупреждаю какие-то системные вопросы у меня будет один то что я писал и в девятнадцатом году и в двадцатом продолжаю это связано с жизнью людей какой будет вы посмотрите продолжаем нашу программу дмитрий детинов выпустил убойную убойную по-настоящему программу а капремонте в косимове ну таких безобразий даже в рязани нет жители просто крайне возмущены а в это же время сороки на хвосте принесли такую новость что оказывается глава администрации косимова авдеев строить дом в салучи так или нет он может ответить мы не какие-то такие ангажированные журналюги которые говорят авдеев плохой бурмистров плохой этот плохой мы все открыты к диалогу не надо заниматься очень кстати приятно что вот об этой хотел бы отметить очень мне как приятно как журналисту что бурмистров поступил именно так то есть он не стал замалчивать не стал какие-то там репрессивные меры применять он просто позвонил чисто по-человечески как мужик мечтает очень хорошо поэтому еще раз повторю я приношу свои извинения и я открыт для диалога с любимой силами потому что правда у каждого своя а истина она всегда где-то посредине продолжаем наш выпуск значит зритель один написал все таки что возле его дома раздолбана буквально до такой степени раздолбана дорога и в этом виноваты не городские власти которые мы привыкли всегда так вот это виноваты чиновники да туда он конкретно говорит о том что виноваты миксеры с бетоном строительной компании зеленый сад вот так вот ну а теперь поговорим о солодчи к средней школы номер 32 сегодня мне позвонили и сказали что четвероклассницу варю фамилия есть искусали собаки прям на территории возле школы родители и и сокровавленной там ногой увели домой комментарий директора был прост директор школы надо быть внимательнее итак вишенка на торте была фирма свободная с рязанскими корнями называется она о о о о ри во так вот некие иногородние граждане коими я считаю должна вплотную заняться правоохранительная система конкретно убор управление по борьбе с экономическими преступлениями коррупции купила у него эту фирму и это тоже не сороки на хвосте купила эту фирму получила большое количество подрядов от фонда капремонта проработали где-то год сами ничего не делали и уехали пополнив свои кошельки на 10-15 миллионов это такая вишенка сегодня на торте всего доброго увидимся еще завтра дебютная программа параллели с историком доктором наук профессором ргу юрием гераськиным всего доброго